Привет, друзья! А вот и я, меня зовут Евгений Фёдоров. И сегодня мы будем не обзирать джинсы чьи-то, а будем смотреть те джинсы, которые сшил я в своём ателье. Я не буду ничего хвалить, рассказывать, продавать, потому что я не думаю, что это кому-то нужно, продажи эти все. Я не думаю, что это нужно, в частности, мне. Я просто расскажу, как это всё выглядит, почему это сделано. Вкратце пробежимся, и всё, в общем, будет понятно. Эти джинсы были сшиты под клиента, то есть клиент выбирал ткань, выбирал фурнитуру, выбирал всё. Я эту конструкцию на него посадил и сшил. Собственно, мы начнём вот сверху и начнём с ткани. Ткань – это достаточно такой плотный деним, где-то 22 унции. Он абсолютно зимний, он с небольшим таким, как бы, бархатистостью такой, да, вот когда волокна, они чуть-чуть так создают мягкость сверху, да, вот на самой ткани. То есть эта ткань полностью синяя, она без обратной белой нити, и, соответственно, она, если будет вытираться, она будет вытираться, она будет просто светлеть, то есть чуть-чуть светлеть, она не будет уходить в какие-то оттенки. Вместо патча у нас здесь крокодиловая такая вот нашивка, то есть это аллигатор, аллигатор настоящий. Я его не выловил сам, конечно же. Вы знаете, как люди, которые не являются вегетарианцами, думают, что мясо на прилавке появляется само. Оно, конечно же, не само появляется. Вот, точно так же здесь, то есть как бы кто-то выловил, кто-то его. Это всё дело обработал, я сюда это поместил. Собственно, на задних карманах у нас есть вышивка фирменная, которую я делаю ателье. Она отстрочена, вышивка и все джинсы отстрочены тёмно-синей ниткой. Для чего? Для того, чтобы сделать эту конструкцию и эту вещь максимально классической. То есть эти джинсы предполагается носить под пиджак и под рубашку в офис, да? Чтобы это максимально было похоже на брюки и не носить брюки, которые носить каждый день не очень удобно. Ввиду того, что они мнутся, там вытягиваются колени, стирать их нельзя, нужно сдавать химчистку. Ну, нормальные брюки из шерсти, да, имеется в виду, а не полиэстер и полиэстер. Ну, собственно говоря, для этого эти джинсы и сделаны. Они очень плотные, они зимние. По фиту они вот ровные, эти джинсы. Они абсолютно ровные, классические, тёмно-синие джинсы для офиса. Сшиты они ровно. Ну, я не знаю просто, понимаете, как бы. Если, допустим, чьи-то джинсы я могу как хвалить, так и обсирать, то свои я, естественно, хвалить не могу, но это очень глупо, на мой взгляд. Я просто буду показывать, как это всё выглядит. На джинсах есть вот такие вот акцентирующие фурнитура. Она сделана в виде брутального такого металла. Металл gunpowder, так называемый. То есть он не серый, он серый с такой протёртостью, да, определённой, скажем, винтажностью. Это придаёт такой грубости. Джинсы сделаны на молнии. Молния тоже такого серого цвета. Сейчас мы покажем, что тут и как. Собственно, петля ручная. Выметана она вручную, не на машинке. Это вот такая вот, как бы, ручная определённая работа. Подкладка на карманах – это хлопок. Хлопок такой сорочечный и достаточно плотный, потому что ткань позволяет поставить в джинсы очень, ну, не очень, но достаточно плотный хлопок. Если же ткань, из которой шьются джинсы, тонкая или средняя, то, соответственно, ставится подкладка под стать основной ткани. Ну, потому что было бы очень странно иметь не очень толстый деним, не очень тяжёлый деним, и при этом ставить туда плотную подкладку. Она потом вот здесь вот поверху протирается, и это выглядит на самом деле не очень красиво. Собственно говоря, вот так. Заклёпки. Здесь пятикарманная модель. Заклёпки также на кармане для мелочи. Также заклёпки сзади. И спереди на всех карманах заклёпки. То есть, опять же, они носят в данном случае, и вообще, в принципе, сейчас, в нынешнее время, все эти заклёпки носят чисто эстетический характер. Ну, потому что, в принципе, можно делать джинсы и без них, но это будет выглядеть не так красиво. Ну, согласитесь, вы же не носите там молотки в этих джинсах, правильно? То есть, вы носите какие-то там телефоны, и всё. Карманы не будут отрываться, если джинсы сшиты адекватно. И особенно, если тут заклёпки есть по углам, ничего не случится. Заклёпки носят характер просто эстетический и подчёркивают какую-то художественность, скажем так, в модели. Вот. Джинсы сшиты, шаговые швы запакованные, боковые швы оверлок. Это в данной модели вот так. Иногда бывает по-разному. Я делаю и так, и так, в зависимости от ситуации, от потребности клиента, от того, как это всё хочется, какая ткань, какая стоимость модели. Ну, в общем, факторов очень много, и они очень разные. Собственно, строчки ровные, всё сшито ровно. Зимой в офис, я думаю, будет носить вполне нормально. Хотя, в принципе, опять же, зимой-не зимой, если ты ездишь на машине, то тебе вообще без разницы, зима это или не зима. Ты можешь ездить в средних джинсах. Но плотные они, толстые джинсы, это на любителя, и они дают определённую строгость и такую мужественность, скажем так, фигуре, особенно если носить не под классическую чисто обувь, да, а под что-то такое, немножко кэжуальное, грубые джинсы, можно их немножко подкатить, рубашечка, какой-нибудь пиджачок хороший из шерсти. И вообще это всё будет выглядеть вместе очень классно, шикарно и великолепно. Собственно, вот так, ребята. Всё. Я вроде бы всё рассказал. Я не знаю, не имеет смысла, мне кажется, долго расхваливать. Но потому что, опять же, я не хочу хвалиться, я не хочу рассказывать, какой я классный, я просто делаю свою работу так, как и делаю. Всё. Всем мир, любовь и пис. И всё остальное. Пока.